Го, вот это жирно! БАХ! Мы это сделали. Что за чип? Пацаны, что с вами? Обама. Обчарок и долматинцев одинаково. Аурум ТВ не рекомендует эти яйца. Ребят, всем привет. И блин, что здесь у меня? В этой коробке сокрыта моя, можно сказать, почти детская мечта. В детстве я хотел, чтобы содержимое этой коробки, но оригинальное, вот тоже в виде ящика у меня было. Вот мы в детстве спорили там на ящик шоколадок, на ящик киндер-сюрпризов, на ящик еще чего-то. Конечно же, мы никогда не могли себе позволить купить целый ящик в детстве, но всегда очень сильно хотелось. Казалось, что именно этим измеряется все мировое богатство. Напишите в комментариях, у вас есть что-то подобное или нет. Ну, я думаю, что сейчас в гемах все измеряется, но в моем детстве вот это было типа офигенно. Ребят, короче, сейчас такой видок будет, вы тупо офи-ге-ете. Бах! Прикинь! Киндер-сюрпризы, Брол Старс! Это просто жесть. Хочу подчеркнуть, что это неофициальный мерч, ну, это даже не мерч, это неофициальное произведение от БС, и я его не рекламирую, я не скажу, где его покупать. Я даже его не могу рекомендовать, но то, что это вообще есть, посмотри, это же, это капец! Мне очень-очень интересно, что внутри, и, блин, ну, я не знаю, давайте, давайте я разыграю такой целый ящик, отправлю кому-то из вас. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк, как всегда, все очень просто, и ввести код Аурума в магазине. Ну, и давайте так, переходим в мой инстаграм по ссылке в описании, и под последним постом оставляем комментарий. По комментам мы определим, но обязательно подпишитесь, поставьте лайкосик, и код Аурума обязательно введите. И давайте так, можно код Аурума ввести, заскринить это, и себе в сториз добавить, либо же добавить себе в отдельный пост. И вот такой ящичек я отправлю кому-то из вас. Фух, ну что, давайте откроем, блин, это так волнительно, я не знаю, все эти яйца открывайте, короче, капец, пацаны. Блин, праздник детства какой-то. Давайте я красивенько сейчас все выставлю, и потом открою. Так, ну блин, ну все, лайк, это лайк, реально, это лайк, блин, я пока их сейчас расставлял, я тупо жестко кайфанул. Кстати, наверняка многие из вас заметили вот эту вот замечательную коробочку, я не знаю, что внутри, это подарочный бокс Бравл Старс. Мы ее купили, она не очень тяжелая, но я все-таки думаю заснять ее отдельным видосом, поэтому давайте этот ролик наберет хотя бы 50 тысяч лайков, и сразу выйдет вот ролик с открытием этой коробочки. Бравл Бокс. Ну, интересно реально, что там. Вот. Ну а здесь у нас куча киндеров, поехали, не будем больше томить. Значит, тут по-украински написано, в среде не фигурка, шоколадное дрожжа. То есть фигурка, эта тема даже не китайская, это украинская. Пластиковое яйце с сюрпризом, значит, пластиковая фигурка, персонаж игры, одна штука. Картинка с изображением персонажа, дрожже с молочным шоколадом, вкрытым цукровую глазурь. Я думаю, Аня где-то с лунками обливается там на заднем фоне. Ну что, поехали. Так, как его открывать? Кстати, эти штуки я увидел в розничном магазине и решил найти в интернете. В интернете оказалось найти очень-очень сложно, но мы это сделали. Мы это сделали. Блин, а как открывать? Открывать не так сложно, ну, не так просто. Фух. Опа. Есть контакт. Блин, правда, единственный момент, что я это все сейчас ломаю. Такс. Ох. Я когда-то, кстати, заводил канал по открытию киндер-сюрпризов. Это еще до мистер Макса, мисс Кэти и всего детского контента. Это были истоки, но что-то не пошло. Так, значит, есть у нас трейдинг-карт-гейм. Прикиньте, причем трейдинг-карт. Это типа торговая карточка. Ничего себе. Блин, Леончик! Вот он, брат! Ну, правда, единственное, его лицо видно. Вроде бы эта фигурка отличается от того, что мы до этого снимали. Ну, не могу сказать, что супер-мега-качественное, но интересно. Типа как, можно так сказать, короче, неофициальное. Вот. Так, все, давайте ее здесь. Все, минус на лицо. Слишком тяжелая голова. А нет, стоит, стоит. Дрожжи! Можно я попробую? Можно? Как же попробовать? Ну, просто типа прям, я еще не завтракал сегодня, но хочу попробовать. Да ведь, я, как она и есть шоколад. Я тоже, может, я хочу шоколад, ведь. Ладно, я один стал. Ммм, прикольно. Ну, не МНДМС, но... Кстати, стоп. Лол. На вкус реально как МНДМС. Ну, не с арахисом, а без орешков. Кайф. Шесть, реально МНДМС. Даня, будешь? НО! Нет, ну ладно. Нашля. МНДМС. И карточка, что с карточкой? Так. Блин, что с этим... С этим... Опа! Вау! А карточка красивая. Ого! Тут не одна карточка есть, дофига! Класс! У меня есть... Правда... Почему на БО написано, что это Легендара? Вообще, какие-то испанские карточки, походу, где-то... Где-то производители этих яиц намутили испанские карточки или... На каком языке написано Легендара? Испанские, португальские, не знаю. Мифик, что за... Опять! Почему вы не можете сделать хоть один раз все нормально? Не нужно идеально. Посмотри, какие красивые коробки с яйцами. Идеальные, просто персик. И что мы видим? БО! Легендара! Спайк! Легендара! Эль Примо! Мифик! Что за херня? Почему он мифик? Брок! Мифик! Леон! Мифик! Ну, видите, да? Вот здесь, сверху написано. Мифик. Я об этом говорю. Жесть просто какая-то. Кольт! Мифик! Все мифики. Короче, печатный станок сломался. Вы же детям это дарите! Дети разбираются в этом бейсе лучше, чем вы в производстве. Яиц, блин! Ну, зачем вы так, блин, с ними, а? Я в шоке. И со мной, в том числе. Я же купил весь блок. Но радует, что карточек очень много. То есть, в одном яйце, вот, раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь. Восемь целых карточек драже и Леон. Стоимость яйца, если честно, я уже не помню, но не дешево. В целом, я не знаю, стоит ли оно того. Судите сами. Я здесь не могу судить, потому что драже вкусное. Леон на Леона не так себе похож. Карточки красивые, но неправильные. Опа! Блин, я все яйца ломаю, к сожалению. К сожалению, сложно открывать. Так, здесь... Черт побери, я где-то видел уже такие фигурки. По-моему, надо у меня посмотреть. У меня... Мы уже что-то такое открывали. Напишите в комментариях, в каком именно видосе мы открывали с такими же фигурками. То есть, очень похоже. Джин! Офигенно, классно. То есть, сразу, прикиньте, с первого сундука я выбил Леона. И со второго, сходу, Джина. Офигенно. Ну и драже. Опа! Кстати, интересный факт. А драже с другой оберточкой. То есть, тут еще и драже разное. Неплохо. Неплохо. Мне нравится. Мне нравится. Что, карточки будем открывать? Давайте все-таки откроем. Посмотрим, что там. Блин, что-то не хочет стоять ли он. Такс. Хоп. Хоп. А, они уже приоткрыты были, by the way. Они немного были приоткрыты. Так. Карты. Новая. Это что-то прям очень странное. То есть, это белая штука. Здесь вообще написано не Epic, а Apple C. Ну, типа, вместо буквы L, вместо, ну, вместо буквы I, здесь L. Пацаны, что с вами? Нормально все? Apple C. Причем, все теперь карты. Мне кажется, что у них была заготовка с вот этим вот корешком. И они начали штамповать. То есть, у нас Epic. И Dynamike, Colt. Но мне нравится разнообразие. Что здесь прям походу все бравлеры. Brock, Mortis, Daryl, Tara, Pam. Кстати, несуществующий скинчик. И Spike, тоже несуществующий скинчик. Короче, жесткие типы. Вообще прям, не знаю, челики, которые это все придумали, прям вообще жестокие. Так, что тут дальше? Шелли! Красивая, хороший, классный скин. Ну, получше выглядит реально, чем предыдущие бравлеры. Мне кажется, среди фигурок, среди фигурок, которые мы до этого открывали, это, возможно, лучшее. Так, драже. О, вот такие. Не буду открывать уже все подряд. Карточки. Смотрите. Я ничего не делал с карточками. Разворачиваем. И здесь хоп. И они уже сходу тупо открыты. То есть, их сюда как-то... Ну, я не понимаю, почему это так работает. То есть, они сразу же... Мы можем, типа, их как-то аккуратно даже вынять. И потом так же аккуратно туда вложить. В теории. Может, я кому-то подарю. Так, Кольт опять. Легендара. Это... Этот набор называется легендара. Кольт, Барли, Нита, Фрэнк, Булл, Дэрил. Все мифические. Пошли дальше, мифик. Карл. О, лол. Такого скина я даже не видел. Это Тара какая-то черно-белая. Я не знаю. С богом... С значком бога Ра на этом... У себя на голове. В общем, жесть. Так. Что дальше? Ну, по фигуркам нереально интересно. У нас пока есть Шелли, начальный персонаж, но Леон и Джин. Прикольно. Ну, почему у меня не получается это как-то делать аккуратно? Да, блин. Как это должен сделать ребенок, объясните. Так. Чикс, драже. Короче, в одном долматинец, во втором такая овчарка. Бо! С кривой немного... Что-то поплющило у него немножечко стрелу, но ничего страшного. Так. Яйца мы куда-нибудь сюда будем складывать. Карточки. Карточки. Это же важно. Это же важно. Это же очень важно. Супер рейр. Супер редкий. Теперь у нас спайк супер редкий. Я вообще... Я вот просто... Я в этом смысле немного разочарован. Почему? Почему? Как вы это сделали? Почему спайк супер редкий? Алло. Ого. Вот это жирно. Что? Это... Это жесть. Пацаны. Значит, смотрим. Первое. Супер редкое. Второе. Спайк. И тут два перса. Мне кажется, что дизайнер, который никогда не играл в Brawl Stars, своему начальнику, заказчику, просто нарисовал вот так. Говорит, смотри, красиво. Тот говорит, да. А там все правильно? Он, да, все правильно, все верно. Это спайк. Два только похожих на розу. И супер редкий. Вообще. Ну, блин, ну, стыдно, стыдно не знать игру Brawl Stars. Ну, как так вообще? Жесть. Так. Спайк, супер редкий. Тут все, короче, супер редкие. Еще, кстати, старый, абсолютно старый вид Шелли. Как она выглядит. А спайк тоже у нас супер редкий. И Apple C. Apple C. Ну, они имеют в виду, что это эпик. Хорошо, спасибо, пацаны. Спасибо вам. Спасибо на добром слое. Бжих! Ох, смотри, какой классный спайк. Тоже как помидорчик. Такое то, что что-то видели. Но зато такой гладенький. Весь правильных, правильных форм. Шикарно. Вот этот самый, короче, конечно, симпатный. Симпатичный пацик. Так, дрожешечки. Блин, не знаю. Аурум будет завтра плюс 50 килограмм. Жать от груди. И... Вау! Ставь лайк, если хочешь такой же скин в игре. Это просто, ну, ну, типа, это реально уровень. Это действительно уровень. Карл. Легендара. Это легендарный Карл. Бо. Легендара. Поко. Легендара. Эль Примо. Легендара. Все легендары. Ой, жесть вообще. Просто жесть. Жесть. Жесть, как она есть. Я уже, видите, неаккуратно открываю. Мне просто реально интересно, что дальше. Дроже. Кто победит? Итак, давайте. Кто победит? Овчарки. Три. Или... Аурум. Идиот. Или же далматинцы. Напиши в комментариях, за кого болезнь. Овчарки. Либо далматинцы. Три на три. И у нас еще... Ой. Еще один спайк. Капец. У меня три леги сегодня. Ребят. Выбил три леги из яйцов. Из яйцов. В реальной жизни. Офигеть. У нас еще три. То есть, по-любому победитель найдется. Боже. Наконец-то они написали правильно. Две легендары. Причем, такого скина в природе никогда не существовало. Вообще. От слова совсем. Так. Спайк. Бу. Бо. Слушайте, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментариях. С таким набором карточек. Тут еще мифик, роза. С таким набором карточек. Я бы был самым крутым у тебя в классе. Вот мне просто интересно. Конечно, наверное, сейчас, на сегодняшний день, больше ценятся гемы, аккаунты, да, и так далее. Но вот карточки, фигурки. Напишите в комментариях. У вас, ну, там, где вы учитесь, это ценится или нет? Ну, это, типа, прикольно. Это круто или нет? Ну, я понимаю, что это не официальный мерч, и что не до конца качественный. Шелли уже начинает повторяться. Ничего интересного. Дра... Это... Это... Оба... Знаете, как эту собаку зовут? Обама. Ну, типа. Это очень толерантно. Или нет? А, нет. Это... Это оба-на. 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 Ребятки, ну что, это рефери между ними? Значит, у нас три отчарки, три далматинца и чувак посередине. Файт! Осталось два. Осталось два. Так. Далматинцы. Четыре-три. Четыре-три. И... Блин, опять Шелли. Ну, зачем? Ну, зачем? Зачем эта Шелли нужна? Так. И по карточкам. И по карточкам. Ммм. Самый дорогой скин в игре. Мифик тоже. Но я уже ничего не удивляюсь. Уже понятно. Мифик. Тут понятно. Тут Нита. Карл. О, боже, что это? Джин. Лоу. Зеленый. Я такого не видел, кстати. Вау. Вот такой Кроу. Как тебе? Супер редкий Кроу. А? А? Жесть. Блин, ну повеселили старика, конечно. Они с этими карточками. Прям, ну... Жесть. А, подожди. У нас еще одна. Это... А, я, наверное, не открыл. Понял. Понял. Принял. Так. Общий... Бул. Спайк. Какой-то Карл черно-белый. Бул. Барли. Спайк. Ну, в общем. И все они коммон. Все они общие. Окейшки. Последний. Последнее яйцо. Хотелось бы здесь увидеть еще какую-нибудь Лего. Разновидность. Или хотя бы новую фигурку. Хотя бы не повторяющуюся. И увидеть, кто победит. Далматинцы. Или Дружба. Или еще один такой чувак выпадет. Давайте. Блин. Ну, слишком много этой Шелли. Зачем ее столько? Хотя реалистично. Три Леги, а не все Леги. Драже. И поровну, представь себе, овчарок и далматинцев одинаково. Не знаю, почему я это и считаю, но классно. И один вот такой самый редкий драже, который вообще есть в мире. Вот с таким вот барбоскиным. И они называются Обана. Обама. Значит, Эль Примо. Все легендарные. Все легендара. Легендара. Значит, Шелли. Пенни. Спайк. Ой, не Спайк. Эль Примо. Поко. Ой-ой-ой. Ну, вот это сильно. Вот прям реально сильно. Хочу такой скин в игре. Правда. Ребятки. Что я могу сказать? Подводя итог этому видео, могу сказать, что киндер-сюрпризы вообще, в принципе, очень прикольные. По качеству фигурок самый качественный вот этот Спайк. Но его в игре вообще не существует. То есть это, по сути, концепт-арт. Фигурки среднего качества. Драже очень вкусные. Вообще по вкусу. Ничем не отличишь от M&M's. По карточкам это Угар. Просто если хотите угарнуть, можете что-то себе такое покупать. Но в глобальном смысле я... Давайте так. Знаете, как этот Ревизор и так... Аурум ТВ не рекомендует эти яйца. Пользуйтесь своими. Эти не покупайте. Если я, короче, увижу еще что-то подобное интересное, я обязательно куплю. Но вы поддержите, пожалуйста, этот контент, эти распаковочки. Мне это доставляет огромное удовольствие распаковывать яйца. Потому что, ну прикиньте, я только что распаковал ящик яиц. Само собой, эти карточки, эти фигурки я, наверное, кому-то подарю. Отдельный такой ящик. Не этот уже распакованный. А отдельный такой ящик подарю кому-то из вас. Главное, подписывайтесь на Инстаграм. Подписывайтесь на канал. Вводите куда у Рума в магазе. В общем, и эту коробочку. Набираем 50 тысяч лайков под этим видео. Я думаю, вы легко сделаете 50 тысяч лайков. И распакуем этот Brawl Box. Очень интригующе что-то. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok